Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя начальница на год старше меня, нам чуть больше 40 лет, постоянно называет меня котенком, девочка моя, доченька. Мне это неприятно, я чувствую себя неловко. Коллегу тоже может назвать девочкой, но очень редко, чаще достается мне. Ругаться я не хочу, поэтому делаю вид, что не слышу, не обращаю внимания или улыбаюсь. Бывает так, что во время разговора ко мне притрагиваются, погладят по руке и по спине, я этого не терплю, неприятно мне, почему так поступают, это какое-то пренебрежение к моей личности, спрашивает Екатерина. Ну, в первую очередь, Екатерина, хочется задать вам вопрос, почему вы у себя в имени указали Катя, а не Екатерина? Мне кажется ли вам, что вы сами себя немножко преуменьшаете, называя Катей, да? То есть, вот, это первый вопрос. И отсюда вытекает логичная, на мой взгляд, история о том, что вас задевают, когда к вам обращаются вот так вот преуменьшительно ласкательно. Я не думаю, что это прямо уж пренебрежение личности, потому что пренебрежение личности проявляется по-другому, вот, в отстраненности, в холодности, никак не в теплоте. То, что ваша начальница занимает родительскую позицию, это факт, вот, но вопрос в другом, да? Вопрос в том, что вы говорите, что не хотите ругаться, то есть, подразумевается, что выразить человеку свое недовольство, да, выразить человеку то, что вам неприятно, не нравится такое обращение, у вас приобретают только одну форму, форму руганя. И это вопрос. А с чем связана такая форма, в общем-то, выражения своих интересов, защита своих личных границ и проявления своих, ну, своего отношения, да, к чему-то? Почему именно ругаться? Можно сказать человеку о том, что вы чувствуете, не ругаться. Можно сказать вежливо, можно сказать доброжелательно, можно сказать позитивно, вот. Но у вас именно вот про ругаться, что тоже говорит о том, что вы, вот, вероятно, сдерживаете некую агрессию в себе, и это уже, вероятно, не совсем связано с начальницей, а больше связано, в общем, с вашей моделью поведения. И если у вас действительно, на самом деле, агрессия подавляется, то ее необходимо, выражать, проживать, тогда, может быть, и реагировать вы будете на то, что говорит начальница, несколько по-другому, более спокойно, да? Это с одной стороны. С другой стороны, вот то, что вы спрашиваете, говоря о том, что, почему так поступает, и пренебрежение ли это к вашей личности, подумайте, пожалуйста, о том, да, кем бы вы хотели бы, могли бы пренебречь в вашей жизни. Кем из окружения, да? Это первое. И второй момент, это то, что психологи не могут комментировать третьих лиц, вот, не могут обсуждать третьих лиц, то есть вашей начальницей в данном случае. Это было бы нарушение профессиональной этики, поэтому ваш вопрос, вот, который вы задаете, да, он, к сожалению, останется здесь без ответа, потому что мы не можем на него ответить, да? Но вызывают вопросы, вызывают вопросы, то, для чего вы пытаетесь понять поведение человека. Что это, по сути, изменит? Поведение человека, понимание поведения человека даст вам возможность не чувствовать то, что вам неприятно, не чувствовать себя неловко, и, кстати, то, что вам неприятно, это одно, а то, что вам неловко, это другое. Это разные чувства. Не связано ли то, что вам неприятно с тем, что вы защищаете от неловкости? Это уже более глубокая история. Это вопрос про вашим механизм сопротивления к каким-то чувствам, вот, понимаете? Там это неловкость означает, что человек чего-то стыдит, что человек не знает, куда деваться, означает, что человек, ну, не как бы, ну, не в своей тарелке, но это, в свою очередь, означает, что человек чувствует то, что не вписывается в его образ, который он сам себе нарисовал. Поэтому, эээ, вот, чувство неловкости нужно поисследовать. Вот. Как-то, как-то так, как-то так, я думаю, можно вам ответить. Ну, а то на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. До новых встреч. Субтитры создал DimaTorzok